Дорожные движения Аким Город отчитался перед общественным советом Чужих детей не бывает В Уральске 150 женщин и 150 детей получили приют в доме мамы Новости столицы Кредиты на капремонт жилого дома намерены выдавать в Казахстане Об этом стало известно на брифинге в Астане Ремонт и замена лифтов будут проводиться из средств местного бюджета на возвратной основе По словам чиновников, строительные компании привлекают средства граждан путем создания аффилированных жилищно-строительных кооперативов Теперь новым законопроектом предусматривается создание информационной системы ЖКХ И жители смогут видеть, куда и зачем тратят их деньги КСК незаконно взымают плату за освещение в подъездах Простым людям, конечно, не понять всех юридических тонкостей И поэтому они платят по надуманным счетам Наверняка не все потребители знают, что ОДН законодательно уже сидит в ежемесячных эксплуатационных взносах КСК На содержание общедомового имущества, что ведет к двойной оплате за одни и те же услуги Те КСК, которые в настоящее время включают в квитанции для жителей Получается двойная нагрузка на жильца По идее в эксплуатационных расходах сидит уже оплата за общедомовые нужды И КСК уже повторно не должны ложить на жильца данные расходы И, соответственно, пользуясь тем, что жильцы не полностью владеют ситуацией Многие квитанции дописывают, и многие жильцы не смотрят, сколько там Соответственно, оплачивают, но это уже падает в карман данных КСК Поэтому ЖКХ стоит на пороге перемен В Казахстане могут исчезнуть нелюбимые владельцами квартир КСК Вместо них собственникам жилья предлагают управлять имуществом самостоятельно Разработчики нового закона о смене власти в домах уверены, что новая схема устроит всех Ведь главной жалобой жильцов – никто не знает, куда уходят деньги В новом проекте закона с жителем предлагают создать объединение собственников имущества Коротко ОСИИ – открыть свой счет и отправлять туда деньги По желанию можно нанять сервисную компанию по уборке двора, подъездов и ремонту труб Если не устроят услуги одного предприятия, обратитесь к другому Скажите, если пришли вот эти две квитанции, что делать? Что делать? Не платить за ОДН и все То есть КСК не платить? Да, КСК сами должны платить Там должны быть два варианта решения Или жилец платит по договору ОДН, энергопоставляющая организация Или КСК должен платить То есть, соответственно, если у вас жильца нет, то, соответственно, должен быть у КСК этот договор То есть, вы можете потребовать у КСК этот договор, покажите на оплату ОДН С самого начала КСК стали локальными монополистами Этого никто не ожидал Кооперативы стали структурами, которые сами себе заказывают работу, сами себя оплачивают Более того, изначально законом не было ограничено количество домов Например, в Алматы в одном кооперативе было 100 домов Их председатели стали президентами крупнейших компаний У которых по 23 заместителя Фактически на прием попасть невозможно В результате 30% от общего числа всех обращений составляют жалобы на деятельность КСК А ведь больше 20 тысяч многоэтажек в стране нуждаются в капитальном ремонте Бауржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны В Западно-Казахстанской области водители с российскими госномерами безнаказанно нарушали правила дорожного движения Сенаторы просят навести порядок Это предложение прозвучало в депутатском запросе Жители Западно-Казахстанской области ездили на автомобилях с российскими номерами Чтобы избегать штрафов за нарушение правил дорожного движения В полиции рассказали, что казахстанцы покупали автомашины по доверенности Что позволяло им ездить на них на законных основаниях В последние годы не только в Западно-Казахстанской области Но и по всей республике увеличилось количество автомобилей из стран СНГ В основном из России, Кыргызстана и Армении В ЗКО заполонили авто с иностранными номерами Настоящее нашествие нерезидентов случилось после обвала российского рубля С тех пор в ЗКО сложно определить, кто за рулем То ли сами россияне, то ли местные, не пожелавшие переоформить свои авто на родине А теперь к машинам с российскими номерами прибавились еще и армянские Простым водителям без разницы, какие номера у машин Возмущает другое Водителям машин с иностранными номерами стали чаще нарушать правила Выехать на встречную полосу, подрезать, проехать на красный – это далеко не полный перечень героизма этих водителей Старые машины, привезенные из России, привыкли нарушать ПДД Таких нарушителей в прошлом году было более 500 В 152 случаях водители скрылись с места ДТП В результате одной аварии погиб человек Установить нарушителей тяжело, потому что хозяин авто за рубежом Следующий запрос касался браконьеров Как сообщалось в ЗКО, охотные инспекторы выявляют многочисленные факты Одномоментного отстрела большого числа сайгаков Имеют место факты задержания браконьеров с партиями по 80 отпиленных рогов Сегодня сенатор Жумагазиев обратил внимание на то, что уголовные дела против браконьеров плохо расследуют Сенатор предложил в обязательном порядке конфисковывать автомобили у браконьеров Половина дел, заведенных на браконьеров, разваливается в суде из-за недостатка улик Между тем, браконьеры ездят на машинах По закону их надо конфисковать И машины нужно отдавать именно инспекторам Но их возвращают браконьерам, которые нанесли ущерб государству По данным Генпрокуратуры, с начала года в Атраусской и Махастаусской областях были задержаны группы браконьеров При этом работали они под покровительством полиции Ведомстве отметили, что браконьеры активизировались в последнее время Так, по данным ведомства, за последние два года в стране отстреляно порядка трех тысяч сайгаков Бауржанжа Ахмед, Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны Новости региона На развитие Уральска в прошлом году было выделено 20,5 миллиардов тенге Об этом было заявлено сегодня в ходе 29-й сессии городского маслехата Аким Уральска Мурат Мукаев, отчитываясь перед членами общественного совета Заявил, что все задачи президента, включая открытость и прозрачность, выполняются полностью О том, как работа была проделана, расскажет наш корреспондент Свой отчет Мурат Мукаев начал с цифр Городоначальник рассказал, что бюджет 2018 года был завершен на отметке 41,4 миллиарда тенге Это на треть больше, чем в 2017 году Основная часть бюджетных средств была направлена на социальную сферу Это образование 39% или 16,5 миллиарда тенге Строительство 24%, 10,2 миллиарда И жилищно-коммунальное хозяйство 21%, 8,8 миллиарда Всего на развитие города в 2018 году из всех источников финансирования было выделено 20,5 миллиардов тенге За отчетный период объем промышленного производства имеет устойчивую тенденцию роста И составляет на сегодняшний день индекс физического объема Рост составил 113% или 165,9 миллиардов тенге Также была затронта одна из актуальных тем, которая на сегодняшний день волнует жителей города Это строительство жилья В 2018 году в городе начали возводить 26 многоэтажных домов Из них по государственным программам 15 В конце прошлого года в эксплуатацию сдали 6 домов За счет частных инвестиций построены 1300 коммерческих квартир Из них по программе 7-20-25 получили ключи 120 семей В прошедшем году началось строительство нового микрорайона Аржей Который, как вы знаете, располагается между Зачаганским и Деркулом В нем будут размещаться более 150 домов На сумму 3,9 миллиарда тенге На данный момент проводятся инженерные коммуникации Общая протяженность там сетей составляет свыше 130 километров Площадь нового микрорайона с учетом новых присоединенных территорий составляет 750 вектора Наряду со строительством нового жилья ведется работа по сносу аварийного Всего в Уральске насчитывается 41 аварийный дом И почти половина из них будут сносить Ветхих домов в городе станет меньше Реализуемая государственная программа 7-20-25 Будет способствовать обновлению облика Уральска Не обошли стороной строительство дорог Которые должны быть самыми лучшими Так ранее заявлял Алтай Кульгинов Мы целенаправленно идем по этой поставленной цели На сегодняшний день за два года отремонтировано более 120 километров дорог Капитальный и средний ремонт В 2018 году, вы знаете, отремонтировано порядка 50 километров дорог На сумму 7,5 миллиардов тенге Если в 2017 году было освоено 8 миллиардов То в 2018 году, соответственно, такой же дом мы сохранили Работа проделана большая, подытожил Мурат Мукаев Но сделать предстоит еще больше Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42 В Западно-Казахстанской области Акимы районов продолжают проводить отчетные встречи с населением О развитии Жангалинского района рассказал Наурсбай Карагойшин На встрече было отмечено, что в целом в районе проделана большая работа В Жангалинском районе основным видом деятельности является животноводство На сегодняшний день там насчитывается около 60 тысяч голов Бюджет Жангалинского района Западно-Казахстанской области в этом году составил более 5 миллиардов тенге Это на 300 миллионов больше, чем в прошлом году Также в этом году наблюдается рост инвестиций Район развивается и на сегодняшний день на его территории функционирует 1250 объектов предпринимательства и 518 крестьянских хозяйств В настоящее время в Жангалинском районе функционирует 518 крестьянских хозяйств Из них 28 хозяйств занимаются разведением племенного крупнорогатого скота 8 хозяйств разводят баранов и 5 крестьянских хозяйств занимаются разведением лошадей В районе с каждым годом повышается уровень жизни населения В настоящее время 82% жителей обеспечены чистой питьевой водой И 95% населения обеспечены природным газом В Жангалинском районном центре сейчас проживает около 8 тысяч человек Жилищный вопрос не остался в стороне во время встречи Так было отмечено, что в 2018 году построены 8 тысяч квадратных метров жилья 550 человек стоят в очереди на земельные участки и 338 человек в очереди на жилье С ростом количества населения увеличивается потребность в образовательных и дошкольных учреждениях По словам директора школы, на территории района планируется построить новый детский сад В районном центре в настоящее время ведется строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома Проект полностью профинансирован, но строительная компания оказалась недобросовестной Поэтому сроки сдачи объекта в эксплуатацию продлеваются Жители района поднимали свои интересующие вопросы Присутствующий на встрече заместитель Акима Западно-Казахстанской области Галий Искалиев Отметил, что они не останутся без внимания Проблем и вопросов у местных жителей много, их надо решать Все я записал, вопросы, которые касаются моей части, я возьму под свой контроль Остальные я передам Акиму области Сергей Уланов, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42 В Западно-Казахстанской области сократилось количество вредных выбросов в атмосферу Об этом было заявлено в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций Руководитель департамента экологии Ербол Куанов заявил, что недропользователи больше внимания стали уделять природоохранным мероприятиям В Западно-Казахстанской области в 2018 году было запланировано финансирование природоохранных мероприятий на сумму в 14 миллиардов тенге Но освоено всего 55% от плана По итогам экологических проверок было выявлено 313 нарушений законодательства Наложено штрафов на сумму 76 миллионов тенге Выбросы в целом по области составили 63 тысяч тонн Это 2,5% от общего валового выброса по республике По республике выбросы составили 2 миллиона 490 тысяч тонн Если сравнить с соседними областями, это чтобы определить наше в целом состояние окружающей среды по атмосфере Это соседняя Атрофская область, выбросы составили 180 тысяч тонн, что на 2,8 раза выше Если сравнить с Актюбинской областью, там составили 185 тысяч тонн, это 3 раза выше Выдано 84 предписания с требованием по возмещению вреда экологии Как отметили в департаменте экологии, нефти и газодобывающие компании Сейчас больше внимания стали уделять установке современного оборудования Которое до минимума снижает количество вредных выбросов Если выбросы в Карачанах, в 2016 году они у нас спросили где-то в районе 36 тысяч тонн по выбросам А фактически составляет где-то 14-15 тысяч тонн А по результатам 2018 года их валовый выброс в целом по области, если взять 63 тысяч тонн, 7 и 6 тысяч тонн Если вы имеете в виду, это Карачанах А лимит мы дали в районе 18 тысяч тонн Также одним из важных аспектов работы является выдача заключений госэкспертизы В данный момент почти половина представленных проектов не получает одобрения экологов Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабриев, ТДК-42 В Уральске 150 женщин и 150 детей получили приют в доме мамы Это итог пятилетней деятельности кризисного центра для матерей с новорожденными детьми Сейчас в доме мамы проживает 10 женщин и у каждой из них своя история Этот большой и красивый дом находится в поселке Мичурино Зеленовского района Его снимают в аренду На содержание уходит порядка полутора миллионов тенге в месяц Сеть кризисных центров для мам была создана по инициативе руководителя холдинга BI Group Айдына Рахимбаева и его супруги В 18 городах Казахстана действует 24 таких дома, через которые прошли уже более 3,5 тысяч мам Как они к нам попадают? Как обычно? Остались там на улице со своей траве, со своей болью, со своим переживанием И естественно со своим ребенком Никуда идти, нет поддержки от семьи И как парень бросил, обманул У них такая была, конечно, эта страсть, наверное, любовь И в итоге вот они у нас 29-летняя Гуля живет в доме мамы уже больше полугода Женщина приехала из Женгалинского района У меня сложные отношения с родителями, поэтому я не могла им сказать, что родила ребенка Надеюсь, что отец моей шестимесячной дочки решится на создание семьи Сама я учительница казахского языка Надеюсь, устроится по профессии А эта девушка, которая назвала себя Светлан, находится здесь полтора месяца У нее есть дочь от первого брака Сейчас ее воспитывает отец Все хотели, чтобы сделала аборт, либо оставила в детском доме У меня рука не поднялась Отец? Отец знает, но не признает Теперь это мое счастье Я сдружилась со всеми очень хорошо Приняли, потому что здесь у всех такая же ситуация Разницы там мало Все остались с детьми Все понимают друг друга, помогают Здесь нет чужих детей Здесь, если ребенок плачет, мы подходим То есть нас никто не просит, не надо, не обязательно это Подходим, помогаем В доме мамы женщинам оказывают комплексную поддержку Помогают оформить документы, оказывают гуманитарную помощь Помогают разрешить конфликтные ситуации с близкими Примирить их, установить отцовство Я ведь миссия жила в страхе, как избавиться от этого ребенка Как я избавлюсь, как я скажу родственникам У них такой страбл бывает Естественно, когда они уже рожают в роддоме У них инстинкт вообще риск проявляется Они уже не хотят этого ребенка отдавать Замзагуль Шканова говорит, что они поддерживают связь с бывшими подопечными И у многих из них жизнь действительно наладилась Они создали семью, нашли работу и воспитывают детей Помощь, оказанная в трудную минуту, пришлась очень кстати Роман Копняев, Айбладжигапар Александр Грабрев, ТДК-42 Сделать выгодную покупку электроники и бытовой техники можно в любое время года Магазин «Мечта» объявляет три дня скидок С 1 по 3 февраля жители и гости города смогут приобрести товар по выгодным ценам и предложениям Только с 1 по 3 февраля магазин электроники и бытовой техники «Мечта» объявляет три дня выгодных цен Покупатели смогут приобрести товар по самым низким ценам Выбору представлен широкий ассортимент водонагревателей, обогреватели, холодильники и холодильные камеры Многофункциональные стиральные машины, газовые плиты Кроме того, покупателей ждет огромный выбор мобильных телефонов и айфонов Ноутбуки и аксессуары к ним, телевизоры разных диагоналей и моделей Также представлен широкий ассортимент мелкогабаритной бытовой техники Пылесосы, утюги, предметы для кухни, микроволновые печи, мясорубки, чайники, мультиварки Уважаемые жители и гости города, хотим вам сообщить, что целых три дня с 1 по 3 февраля В магазинах «Мечта» вас ждут выгодные цены, скидки и рассрочка на бытовую технику и электронику Каждый сможет найти то, что давно искал А благодаря нашей замечательной акции «Гарантия низкой цены» Вы всегда сможете быть уверены, что приобретете обновку по самым выгодным ценам Приходите, мы будем рады вас видеть Только 1, 2 и 3 февраля не упустите шанс сделать выгодную покупку Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу Улица Курмагаза 69 в районе Центрального рынка и Сарамдатова 10 дробь 1 Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу Ищите еще больше полезной и интересной информации на наших страницах в социальных сетях И на сайте tdk42.kz Спасибо за внимание Для вас работала информационная служба новостей телеканала ТДК42 Мы всегда рядом СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ КУХНИ ЭНЛИ КУХНИ ЭНЛИ Мы создаем уют в вашем доме Мы находимся по адресу город Уральск, улица Сарайшек, 79 тропь 2 Телефон 50707087079717944 Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова